Дорогие друзья, сегодняшний фильм посвящен Леониду Филатову, актеру, писателю, сценаристу и режиссеру. Леонид Филатов родился 4 декабря 1946 года в Казани. Его родители Клавдия Николаевна и Алексей Еремеевич, однофамильцы, познакомились во время войны. Отец работал радистом, поэтому семье часто приходилось переезжать из одного города в другой. Когда Леониду исполнилось 7 лет Клавдия не выдержала кочевой жизни и развелась с мужем. Мальчик остался с матерью в Ашхабаде, там пошел в школу и сделал первые шаги в творчестве, посещая театральную студию. В 1965 году Леонид Филатов после школы приехал в Москву, рассчитывая поступить на режиссерский факультет в ГИКО. Попытка была неудачной, и Леонид решил сдать экзамены на актерский факультет Щукинского училища и был принят. Окончил театральное училище в 1969 году, в том же году становится актером Московского театра на Таганке. Леонид Алексеевич говорил, что театр на Таганке стал его университетом, ему повезло наблюдать за игрой Владимира Высоцкого, Булата Акуджавы, Сергея Параджанова. На этой сцене он исполнил много ярких ролей. Артист играл Горацио в шекспировском Гамлете. Незабываемые роли были у него и в постановках Пугачев, Мастер и Маргарита, Павшие и живые, Дом на набережной. С 1985 по 1987 годы театр на Таганке возглавляет Анатолий Фроз, Филатов в это время работает в театре Современник, затем возвращается, когда театр возглавил Юрий Любимов. С 1970 года Филатов снялся в фильмах «Город первой любви». Женщины шутят всерьез, грачи, но интересных работ не было, ситуация изменилась после первого советского фильма «Катастрофа и экипаж». Филатову образ любвеобильного бортинженера, рискнувшего жизнью ради спасения пассажиров авиалайнера, принес не только популярность, но и десятки предложений от режиссеров. Ярким проектом стала трагикомедия «Забытая мелодия для флейты». Филатов снялся в роли чиновника из выдуманного управления свободного времени, который выбирает между карьерой и любимой женщиной. Еще одна неординарная, абсурдная фантасмагория с участием Леонида — «Город зеро». Картина, в которой, кроме него, задействованы Олег Басилашвили, Владимир Меньшов и Евгений Встигнеев, удостоены призов кинофорумов Америки, Испании и Сан-Марина. В 1991 году Леонид Филатов сыграл бюрократа в социальной драме «Сукины дети», снятой им самим по собственному сценарию. Фильм создан в рекордные сроки — за 24 дня. Картина получила престижную премию фестиваля «Кинотавр». Также снялся в таких картинах — из жизни начальника уголовного розыска, успех — Чичерин. Леонид Филатов был талантлив во всем. Каждая картина в его фильмографии вызывает гамму чувств и эмоций. Его персонажи — мерзавцы, герои, философы, даже секс-символы, получались нетипичными, завораживающими как раз этими отрицательными или положительными чертами, а точнее, сочетанием и первых, и вторых. Во время съемок «Сукиных детей» Филатов перенес инсульт на ногах, но продолжал работать. Сумасшедший темп, в котором он жил, нервные перенапряжения подорвали его здоровье. Последними работами актера стали роли в кинолентах «Алиса и Букинист» и «Благотворительный балл». С 1993 по 2003 год Леонид Филатов вел цикл документальных программ, чтобы помнили посвященных известным в прошлом, но незаслуженно забытым актерам советского кино, ушедшим из жизни. В 60-е Леонид в соавторстве с актером и писателем Владимиром Кочаном писал песни, спустя 30 лет вышла пластинка «Оранжевый кот». Первую сказку про Федота Стрельца, удалого молодца Леонид Филатов написал в 1985, которая сразу обрела популярность и стала настоящей народной сказкой в стихах. Через два года ее напечатал журнал «Юность». Леонид Филатов был женат дважды, с первой супругой Лидией Савченко он познакомился в начале 70-х, вскоре они поженились. В семье было все хорошо, пока Филатов не влюбился в актрису Нину Шацкую, жену Валерия Золотухина. Три года коллеги тайком наблюдали друг за другом, а потом начался страстный роман. Не раз влюбленные расставались, но ненадолго, их неудержимо тянуло друг к другу. Развод обоих был болезненным. Леонид Филатов ушел из семьи, оставив Лидии квартиру. Только с Ниной Шацкой он обрел настоящее счастье. Совместных детей у пары не было, но к сыну жены от первого брака актер относился как к собственному. В 1993 году Филатов перенес инсульт, в 1997 году актеру была сделана операция по пересадке донорской почки. В октябре 2003 года Филатов простудился, началась двусторонняя пневмония. 26 октября Леонид Филатов умер в возрасте 56 лет. Леонид Филатов — заслуженный артист РСФСР. Народный артист Российской Федерации. Присуждена государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства за цикл телевизионных передач, чтобы помнили. Приз за лучшее исполнение мужской роли в фильме Чечерин в Карловых Варах. Гран-при на кинотавр в Сочи за фильм Сукины дети. Дорогие друзья, спасибо всем вам за поддержку, если вам понравилось видео не забывайте ставить лайки и пишите ваши комментарии. Всем здоровья, благополучия и больше оптимизма.